Товарищеские встречи на льду Чубаксаро-арена стали уже традиционными. На этот раз команда правительства Чувашии соревновалась со спортсменами-любителями из Кооперативного института. Игру посвятили юбилею ВУЗа. Ледовый поединок получился зрелищным, со спортивным азартом и боевым настроем. За баталиями на льду наблюдал Рифат Фаткулин. Скорость, опасный момент, точная передача, гол. С первой секунды хоккейного матча ледовые дружины пошли в атаку. Уступать не желал никто. Первую шайбу в ворота противников забросила команда правительства. Сравнять счет команде Коопер удалось через считанные минуты. Даже в товарищеской встрече обе стороны настроены только на победу. Мы же не профессионалы, мы любители играть в хоккей, когда есть время. Поэтому положительные эмоции, достаточно настроения, хорошие команды готовы состязаться, играть, играть до конца. Мы, когда выходим на лед, мы радуемся просто этому льду, когда видим, что дети приходят, родители приходят, ветераны, вечерние хоккейные лиги приходят. Я просто рад и горд, что очень много людей сегодня занимается хоккеем. Основные баталии развернулись в третьем периоде. Команда правительства упорно отстаивала свое преимущество на льду, ведя со счетом 4-2. Но Коопер все же собрались силами и, не сбавляя оборотов, буквально одну за другой забросили две шайбы. Таким образом, за несколько минут до финальной сирены сравняли счет 4-4. Спорт – это всегда радость. Но напряжение, конечно, есть, играем, скажем так, с неспростым соперником. Но спорт, он дает радость. Мы отдыхаем из своих повседневных проблем, поэтому спортом нужно заниматься всегда и во всем. Получилась настоящая хоккейная битва. За 60 минут чистого игрового времени в воротах команд соперников побывало 8 шайб. Но что интересно, после финального гудка никто из хоккеистов так и не взглянул на итоговый счет. Обсуждали интересные игровые моменты. Это оказалось важнее. Рифат Фадкулин, Андрей Шоклев, Республика.